Короче, знаете, сейчас вот это выборы в Америке. Я думаю, ну шо мне напоминают вот эти два имена? Имена. Два имена. Имена. Байден, Трамп. Трамп, Байден. Байден, Трамп. Помните, ну погоди. Заяц, волк. Заяц, волк. Заяц. Волк. Вот это мне шо-то такое, короче. Думаю, шо ж мне напоминает? Да, в голове крутится, крутится. Так, Байден, Трамп, Байден, Трамп. Они просто очень созвучны. И вспомню, это заяц, волк. Заяц, волк. Заяц, волк. А зато с роботом волк. Да заяц, он да волк. Короче, вот так вот. Короче, я повыкидала листья, потому что чихаю постоянно. И уши у меня позалаживаны. Когда я так делаю, оно отхлопывает. Короче, стараюсь рисовать дорожку, чтобы она была хотя бы более как, менее как настоящая. Но я уже вижу, что струнг на месте. Итак, забрала, короче, посылку и купила конфетки такие. Я обожаю на почте, чтобы знали. Самые классные конфеты. Больше их нигде не встречала. Вот эти, что я когда-то... Кукулка. Кукулки. Кукулки. Вот это самые офигенные конфеты. И, короче, вот у меня пришла посылка. Забрала я уже. Вот это мне подарок от Крестницы. Классная такая мышка. Она сама пошила. Вообще молодец. Типа брелок. Ну, в общем, такой сувенирчик внутри. Там типа шарики. Нерво успокаивающая мышь. Приехала она с этим джерелом. На границу она смотрели, думали, о господи, шо это? Хай бог, милая. Хай бог, прости. Шо, в Польше нету такого, что ли? Сразу у всех такая мысль. А вот и нету. Фитоконцентраты комед Хелс ту инкрес Ресистент сту вирус Энт инфекцион Дисейсис Энханцес Иммуниты Англичанка Одну бутылку она забыла отослать. Ну, ладно. Она мне сказала, еще будет что-то прислать. А эта бумага Типа нерво успокаивающая. Вот это, шо, хлопать. Не, это надо сохранить. Может, шо придется отправлять. Снова рисовала эту дорожку. Это белый. Я выделила там, где будет трава. Я ее увеличила. Она такая, такими большими. Короче, ну как, травинами. Большими. Только мне надо кисточку тонкую, чтобы я могла вырисовать эту траву. У меня, видите, толстая кисточка. Так даже вот эти вот кирпичи плохо вырисовывать. А тут у меня не винегрет, а буряк с цибулей, с маслом и солью. Вижу, что она уже приобретает какие-то формы. Ну, уже, видите, уже стало похожим. Даже под вот таким углом вот кирпичи уже видны. Типа, ну, вот эта вот боковина типа выделяется. Ну, то есть уже вот так вот немножко такой 3D-эффект появляется. Но если была кисточка тоненькая, то вырисовала я эти ну, травинки и более тонко это все, потому что это грубовасто, толсто. Может, даже как-то перерисовать буду. Пока не знаю. Но пока мне все очень нравится. Но быстро, конечно, тут не вырисовываешь. то я не досконально делаю еще. Если бы я делала так вообще тон в тон, то это бы очень долго было бы рисование это. Но все равно мне нравится. Долго. Но потом, чтобы... Если траву вырисовать правильно, то будет хорошо тогда ну, и похоже. А потом еще верхушку у меня... Короче, много еще чего. Но хочется, чтобы было более похоже на фотографии. Итак, та, которая не хотела никуда идти, но пошла. Ничего у меня нету поесть. Все. Купила три чварки курчака. Что-то на 5 слотах. Крепеты хорошие, мятные. Не могу те дешевые есть. Хочу подороже. Вот эти лучшие. Потом суп огурковый. Зуб огурковый. Потому что тот, который я купила перед этим, сварила, я его не могу жрать. Он никакой. Я какая-то стала так, блин, капец переборчивая. позарилась на вот эти семена чия. Буду разбавлять с водой и в салаты добавлять. Майонеза захотелось. Чуть-чуть так. На этот перец уже смотрю, не знаю, полгода. Думаю, да и дрит твой наливай. Я когда-нибудь себе куплю его за 9 злотых. 10 почти. И купила. Да супа классно добавлять. Два хлеба купила. Ну, не дешевый, но я не могу дешевый жрать. Я вам говорю. И купила вот такой офигенский салат. Решила, короче, побаловать себя за 9,99. Тут, короче, все уже есть. Просто открывай, добавляй что-то там. Ну, либо ничего не добавляй и ешь. Вот так вот на 60 злотых. Только как с куста. Это моя картина. Видите, я начала траву рисовать. Теперь она становится более-менее настоящей. это первые только мазки. Еще буду... Она красная вся трава, рыжая. Ну, это первые слои. Все уже более на траву похоже. А тут так сделано как будто берег в речке. Ну, она не будет такого цвета. Вот так вот. Всем привет! Короче, только что была у меня борьба за давление. Потому что она у меня жутко понизилась. И я даже подозреваю почему. Потому что с утра я не хотела ничего жрать, только кофе пила. И ну, ничего не хочется. Вот то, что у меня есть, ничего не хочется. Такая вот фигня. И потом только в обед сходила в магазин, купила и пожрала. Но давление у меня упало. Мне начала болеть голова. Она как-то медленно, но уверена. Болела, болела, болела. И ну уже просто она меня мешала. Я сначала искала звездочку, но я ее вечно куда-то запхну, и я не знаю где она. Так я ее не нашла. Потом я думаю делать массаж себе. Не помогает шеи. И потрогала мышцы расслабленные. Я уже на ощупь свою мышцу знаю. Я знаю, как она напряженная. Я такая давай давление вымерять. А аппарат по-разному показывает. На каждой руке по-разному. Но это не значит, что он ошибается. Просто давление с каждой стороны может быть другое. Потому что ну короче там долго объяснять. Потому что кровь так вращается по кругу. Ну короче. И я такая потом вымеряю вымеряю меня вообще пониженная. Что то на 50. Что то ну типа 80 на 50 там ну такое что-то. Короче с этим давлением у меня начались проблемы с тех пор как меня прооперировали. Вторую операцию мне делали на операционном столе у меня упало давление что-то там тоже так 80 на 40 и меня там откачивали и после того у меня постоянно понижается. Ну может она мне и раньше понижалась да я не обращаю внимания. Но сейчас я стала замечать я такая думаю что пляха делать давай короче заварила кофе просто без сахара без ничего кофе хорошо повышает чувствую повышается потом вспомнила что горячая вода повышает и температуру и давление короче я пошла в душ пропарилась так сказать горячей потом охлажденной я сейчас так делаю контрастный еще ухо свое ухо еще знаете заложено то ли там пробка то ли не знаю что дотронулась до уха еще чихать буду правду сказала короче надо в аптеке купить что-то для отушных для ушных пробок отушных пробок потому что ну надо попробовать может она поможет короче сейчас померила давление после всех этих манипуляций плюс еще йоговское дыхание вспоминала не могла вспомнить какое дыхание повышает давление то ли грудное то ли животом когда дышишь я решила дыхать всем и тем и тем ну типа воздух через нос сначала в живот как будто набираешь потом в грудную клетку и спускаешь так само ну типа делаешь как с двух сторон ну то есть идет компрессия такая и тогда нормализуется давление я знаю что грудно-животное дыхание грудное и животом когда грудью и животом оно нормализирует давление я знаю что какое-то одно из них по-моему когда грудной клеткой то повышает а когда животом то понижает или наоборот вот не помню и искала в интернете не нашла еще такое состояние вот сейчас все это проделала и начала легшать померила давление два раза одинаковый результат от 119 на 70 а буквально 10 минут назад было 80 на 50 ну то есть и не даром голова тут сразу болит с этой стороны прямо такая ну это ну это и она же нифига не поможет ну кроме таблетки таблетки у меня есть цитрамон цитрамон повышает давление можно лупануть было цитрамон но я думаю так не хочется таблеток еще кофе я только глотанула немного кофе но главное что попустила но я уже наелась вот этот салат весь заглушила ну он уж так быстро не действует просто что с утра я ничего не могла поделать не хотелось мне есть не было аппетита ну то что у меня есть там можно было разогреть поесть но не было аппетита вот не хотелось только я буряк поела и все в свеклу ну и у меня упало давление типа ну типа не жрешь так и буряк короче вот так вот мы и живем но сейчас я уже наелась вкусненького салатика и ну все равно чувствуется вот такая вот если глаза закрыты то она так и нормально типа ну то есть нет еще бодрости сейчас буду еще кофе пить хоть уже вечер ну а что делать ну либо таблетку глупануть на крайний случай а то вот аппараты измерительные конечно спасибо женщине Сталина которая мне прислала буду всю жизнь помнить и чайник использую и аппарат тот измерительный и короче все очень нужно как раз такое что идеально нужно ладно все буду дальше пить кофе потому что чувствую сонливость еще и погода такая думаете что погода такая дождь мрякать такая ну может она тоже влияет ну плюс я же говорю я же не жрала полдня я не хотела даже и все я не хотела организму хотела я не хотела я не хотела я не хотела